Так, еще раз смотрим эту технику. Фактнер берет меня на удержание и с агатами, с этой стороны. Контролирует голову и руку. Первым делом надо спасти вот эту руку, которую он контролирует. Для этого я беру захват, беру не здесь, не подмышку у него, руками его обхватываю, а ближе к тазу, к плавающим ребрам. И после этого моя задача развернуться так, чтобы локоть, защищая мои руки, встал на ковер. Делаю креветку, развернулся. И дальше я ногами бегу за ним, под него прям подлезаю, за ребра руками его на себя затягиваю, одновременно тазом подковыриваю его так, подлезаю под него и кладу на себя, затягиваю. Встаю на мост и с моста очень легко его дальше перевернуть. Понятно? Если он продолжает меня удерживать, я рукой, двумя руками делаю рамку, отжимаю. Видите, если я хочу сделать рычаг, я ногами сразу подпираю его спину, так, чтобы он на спину не развернулся. То есть он на боку продолжает лежать, я ногами ноги поставил под спину ему и грудью его как бы вперед выдавливаю. Вот, выпрямил руку его, законтролировал, поставил ногу его под лопатку, перешагнул, сделал рычаг. Так, еще раз. Контролирую, как он у меня, я сразу же, чтобы спасти руку, беру замок, любой, да, но можно делать с ладонной ладони, как мы обычно делаем, и разворачиваю с ладонью так, чтобы лопат стал на поверк. После этого ногами бегу за ним, руками затягиваю его на себя и тазом под него подлезаю. Встал на мост, видите, сейчас его сбросит, нет проблем. Если вы будете просто пытаться под его задействие перекатить, он будет на вас лежать, вам будет тяжело. Отсюда бросим. Если он продолжает вас удерживать руками, контролирует пытаться, просто ставите рамку, видите, руки расрываются, хоп, хоп, хоп. Сделали рычаг локтя. Сейчас еще одна техника будет. Продолжение следует...